После установки системы необходимо произвести ее настройку, то есть задать изначальные параметры и установки констант. Настройку системы можно разделить на общие настройки, отвечающие за параметры учета транспорта и процесс перевозки, и дополнительные настройки, предназначенные для удобства работы в системе. Общие настройки системы, обязательные к установке до начала работы, представлены в разделе «Администрирование» — «Настройки системы». Настройки системы состоят из набора разделов, в каждом из которых сгруппированы настройки, касающиеся определенной области программы. Начнем с раздела «Управление перевозками». В данном разделе содержатся следующие настройки по управлению перевозками. Это ведется валютный учет. При включенном флаге система позволяет ввести список валют, используемых в деятельности компании, и устанавливать курсы валют. Список валют заполняется в справочнике валюты, который открывается соответствующей гиперссылкой. После заполнения списка валют определяются валюты управленческого учета. При этом расчет стоимости услуг и затрат на перевозку может вестись в валюте, которая доступна к выбору в основных документах системы. Это таких, как заявка на перевозку груза, рейс, фактические расходы по рейсу, фактические доходы. Соответственно, в валюте управленческого учета ведется вся аналитическая отчетность. Следующий параметр – это используются запросы условий перевозок. Данный параметр активизирует возможность создания документов запроса условий перевозок по системе управления заявками. Запрос условий перевозок может использоваться для первоначального запроса стоимости и сроков перевозки. Документ, как правило, оформляется менеджером корпоративного отдела с последующей выгрузкой в Аксилот ТМС управления транспортными перевозками. А может быть задан непосредственно в самой системе вручную. В запросе могут быть указаны основные параметры груза, основные параметры по доставке груза, соответственно, адреса, используемого тип транспортного средства при доставке. Далее, после чего в системе существует возможность рассчитать рамочную стоимость перевозки, соответственно, как доходную часть, так и расходную часть и сроки ее исполнения. Следующий параметр – это используются дополнительные операции. Включенный признак позволяет учитывать выполнение дополнительных операций при исполнении рейса. При включенной опции список дополнительных операций становится доступным для заполнения в документах заявка на перевозку, задание на перевозку или рейс. Данная опция позволяет также учитывать время, необходимое на исполнение дополнительных операций в точках погрузки или в точках выгрузки. Используются мультимодальные схемы перевозки. Данный признак реализует возможность указания схем перевозки в заявке. Если заявка доставляется в несколько плеч маршрута, например, с использованием склада перегруппировки, то необходимо указать данный признак, задать схему поставок и выбрать данную схему в заявке на перевозку груза. Следующий признак – это указываются фактически оказанные услуги. Включенный признак позволяет отражать фактические доходы по заявке на перевозку груза. Данный флаг активирует использование документа «Фактические доходы», в котором отражаются фактические доходы по перевозке. Если мы хотим учитывать фактические доходы, оказанные по перевозке, то необходимо включить данный признак в системе. Используются услуги инкассации. Данный признак позволяет учитывать услуги инкассации при исполнении рейса. В заявке на перевозку груза становится доступна закладка «Инкассация», где может быть указана плановая сумма инкассации. После исполнения рейсов водитель привозит инкассируемую сумму ответственному лицу, и ответственное лицо сможет формировать документ, который зафиксирует фактическую сумму поступления инкассации. Следующие настройки – это настройки исполнения рейсов. Используется учет местоположения транспортных средств. Включенный признак позволяет учитывать текущее местоположение транспортного средства. Данный флаг активирует признак «Использовать зону для учета местоположения ресурсов в справочнике географических зон». Следующая настройка – это статус рейса для начала работ на рабочем месте водителя. В системе предусмотрено рабочее место водителя. Это отдельно стационарное место, из которого водитель может произвести печать путевого листа и отчитаться за исполнение рейса. Соответственно, рейсы, которые будут доступны водителю, выбирается здесь статус, и в указанном статусе будут доступны рейсы для водителя. Следующая настройка – указываются фактические расходы по рейсу. Включенный признак позволяет отражать уже фактические расходы по рейсу. Данный флаг активирует возможность создания документа «Фактические расходы по рейсу». Для проведения планфактного анализа расходов по рейсу сравниваются плановые затраты, рассчитанные по статьям расходов в самом документе рейс, а фактически понесенные затраты, указанные в документе «Фактические расходы по рейсу». То есть, если мы хотим учитывать фактические расходы по рейсу, нам необходимо включить данный признак в системе. В принципе, этот «Фактические расходы по рейсу» – это аналог входящих счетов от сторонних перевозчиков. Также мы можем учитывать фактические расходы по рейсу, которые были понесены собственным парком. Использование дополнительных аналитических разрезов при распределении расходов. Включенный признак позволяет учитывать и анализировать расходы с детализацией до состава грузовых мест. Данный флаг активирует возможность указания аналитического разреза для строк табличной части товарного состава груза в документе «Заявка на перевозку груза». При задании отдельных аналитических разрезов возможно распределить расходы по группам товаров с дальнейшим анализом затрат в отчете «Анализ расходов по рейсу». То есть, мы можем группировать затраты по аналитическому разрезу, то есть, вплоть до товарного состава груза места. Следующая настройка – это настройка мониторинга, используется Android клиент. При подключении мобильного клиента в системе для указания настроек по мобильному клиенту необходимо включить данный признак. Следующий раздел – это раздел «Грузы и нормативно-справочная информация». В данном разделе задаются основные настройки, относящиеся к учету нормативно-справочной информации. Контролируемые параметры при работе транспортного средства. Учитывать классы опасности грузов. Включенный признак позволяет учитывать грузы в разрезе их класса опасности. При активации признака становится доступным для заполнения справочник «Классы опасности» раздела нормативно-справочной информации, а также одноименные реквизиты и закладки в элементах справочника «Номенклатуры», «Транспортные средства» и «Типы транспортных средств». При подборе транспортных средств на рейсы для исполнения рейсов в рабочем месте назначения транспортных средств на рейс проверяется соответствие классов опасности, указанных для «Моменклатуры» или «Грузов», с классами опасностей, заданными в транспортных средствах. Учитывать количество грузов. Данный параметр целесообразно устанавливать при наличии перевозки сыпучих и наливных грузов. В этом случае в качестве грузового места в системе будет заведена, например, тонна песка, а количество перевозимых тонн будет доступным для заполнения в колонке «Количество грузов документов системы». Следующий параметр – это контролировать температурные режимы. Включенный признак позволяет учитывать грузы в разрезе температурных режимов. При активации признака становится доступным для заполнения справочник «Температурные режимы», а также одноименные реквизиты и закладки в элементах справочника «Номенклатуры», «Транспортные средства» и «Типы транспортных средств». При подборе транспортных средств на рейс для исполнения рейса проверяется соответствие режимов, указанных для номенклатуры и грузов, с режимами, заданными в транспортных средствах. Следующий параметр – это контролировать совместимость товара. Включенный признак активирует возможность использования справочника группы совместимости разделов нормативно-справочной информации. Данный справочник позволяет задать правила совместимости на уровне видов номенклатуры. Например, можно задать запрет на совместную перевозку продуктов питания и бытовой химии. Следующий параметр – это контролировать типы кузовов для погрузки и разгрузки. Включенный признак позволяет учитывать типы кузовов при подборе транспортных средств на рейсе в соответствующем рабочем месте. Флаг активирует возможность заполнения справочника типа кузовов транспортных средств, а также закладку «Типы кузовов для погрузки и разгрузки», «Справочника типы грузов» и «Реквизит тип кузова» «Справочника типы транспортных средств». При подборе транспортного средства будут доступны транспортные средства, тип кузова которого соответствует типу кузова, заданному для типа грузов заявки. Например, для наливных или сыпучих грузов можно использовать тип кузова, например, цистерна для наливных грузов. Соответственно, данный тип кузова мы указываем в самом грузовом месте, а также данный тип кузова мы указываем в транспортном средстве. И при подборе транспортных средств на рейсе в соответствующем рабочем месте будет проведен отбор именно по данному реквизиту. В зависимости от перевозимого груза необходимо устанавливать следующие параметры учета веса габаритных характеристик груза. В зависимости от выбранных параметров становится доступным к учету реквизиты справочников транспортных средств и груза. Можно учитывать линейные размеры. При установке признаков системы учитываются линейные размеры груза при планировании рейсов и подборе на транспортные средства. Аналогично для следующих параметров это учитывать массу, объем, количество мест и количество загрузочных метров. Для каждого из параметров задается его единица измерения. То есть для линейных размеров единица измерения линейных гамморитов, для массы измерения массы и так далее. Для пересчета объема используется коэффициент пересчета объема. Данный коэффициент это тот параметр, на который нужно умножить измерение линейных габаритов при возведении ее в куб для получения единиц измерения объема. Коэффициент пересчета массы из килограммов в тонны это коэффициент, на который необходимо умножить измерения объема. Данный коэффициент используется для расчета норм горюче-смазовых материалов в документе «Путевой лист». Следующий раздел это раздел «Транспортные средства и планирование». В разделе задаются основные настройки, учитываемые при планировании и подборе транспортных средств, а также при исполнении рейса. Использовать виртуальные транспортные средства. При включенном признаке возможен подбор виртуальных транспортных средств при планировании рейса. Он используется в случае, если на этапе планирования рейса отсутствует информация о конкретных транспортных средствах, доступных к значению на рейс. То есть виртуальное транспортное средство это по сути планирование на определенный тип транспортного средства. Трехтонник, пятитонник или например шестипалетная машина и так далее. Контролировать доступность географических зон. При включенном признаке для транспортного средства возможен контроль доступности въезда в определенные географические зоны. При активации признака для элемента справочника типы транспортных средств становится доступным ввод списка географических зон. При подборе транспортных средств и при планировании в рейсе будут учитываться разрешенные зоны для транспортного средства определенного типа. Следующий параметр – это контролировать доступность ресурсов партнеров. При установке данного признака активируется возможность учитывать требования ограничения заказчика перевозки. Например, для определенного заказчика перевозки требуется исполнять перевозку только иномарками. При включении флага в элементе справочника «Партнер» закладки «Дополнительно» становятся доступны для заполнения поля «Доступные ресурсы», ссылка на наименный справочник. При этом можно наложить ограничения на подбор транспортного средства для заказчика перевозки по следующим параметрам «Разрешенные запрещенные модели транспортных средств», «Транспортные средства» и «Водители». Еще раз хочу обратить внимание, что данный параметр используется как при назначении транспортных средств на рейсе в соответствующем рабочем месте, так и в рабочем месте планирования рейсов. Следующий параметр – это настройки учета регламентных документов. Используется получение передачи документов в точках рейса. Данный признак позволяет задать перечень пакетов документов заказчика, которые необходимо получить или передать в точках прохождения маршрута. При включении флага в элементе справочника «Партнер» становится доступным для заполнения реквизит «Пакет регламентных документов», а также становится доступным адрес возврата данных документов. В документе «Рейс» появляются задачи на получение документов, которые в дальнейшем наследуются в документ прохождения точек маршрута. Следующий признак – это используется возврат документов после исполнения рейса. При включенном флаге появляется возможность учета возврата документов не просто в виде исполнения отдельного задания в точке, а глобально на уровне контроля прохождения рейса целиком. При установке рейса в статус «Выполнен» возможно создание документа «Движение документов рейса», в котором как раз таки фиксируется факт возврата документов по рейсу. То есть рейс имеет на самом деле два статуса по его исполнению. Первый – это статус «Выполнен», то есть когда пройдены все точки по маршруту, выполнены все задания. И второй момент – это когда рейс завершен, то есть это когда возвращены документы по данному рейсу. Следующий признак – это используется итерацией оформления заявок на транспортное средство. При включенном признаке позволяется оформлять заявки на перевозку в несколько этапов. При включении признака становится доступным для заполнения справочник «Схема назначения перевозчика на рейс», в котором определяются этапы создания заявок на транспортные средства перевозчика. Следующий параметр – это используется страхование груза. При включенном признаке активируется возможность создания документа «Страхование груза», который позволяет учитывать затраты на страхование и в дальнейшем относить эти затраты на партнера, выполняющего страховку. Прочие настройки. Используется итерация сбор статистики. Система позволяет ввести статистику нахождения в точках погрузки или в точках выгрузки и использовать эти данные в дальнейшем для расчета маршрутов и планирования рейсов. Соответственно, при включенном признаке становится доступно задание периода анализа в днях и требуемое количество посещений. То есть система проверяет период нахождения в точках партнера за последние 14, 20, 30 дней, указанные в данном параметре. Дальше мы смотрим на требуемое количество посещений. То есть после определенного количества посещений начинают считаться именно статистические данные по нахождению в точках партнеров. И, соответственно, данная статистика используется при планировании маршрутов, а также для расчета времени погрузки и разгрузки в точках. Следующий раздел – это раздел учета ГСМ и управления транспортными средствами. В разделе сосредоточены основные настройки, касающиеся учета собственных транспортных средств. Настройка используется учет горюче-смазочных материалов. Включенный признак активирует раздел «Учет ГСМ по системе управления транспортом». Функциональность раздела позволяет вести учет остатка топлива, учитывать сливы, затраты на топливо и горюче-смазочные материалы. При установке признака также в справочнике модели транспортных средств появляется возможность указания норм расходов ГСМ. При использовании учета горюче-смазочных материалов становится доступным использование учета путевых листов и введение нумерации путевых листов в разрезе организации. При включенном признаке используется учет путевых листов, появляется возможность выписки и обработки путевой документации на рейс для выдачи на собственные транспортные средства. Ввести нумерацию путевых листов в разрезе организации. Включенный признак активирует раздел «Учет путевых листов» в разрезе организации. То есть в справочнике организации устанавливается префикс, который учитывается в номере путевого листа. И для каждой организации существует, соответственно, своя нумерация путевых листов. Признак «Используется ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Включенный признак активирует раздел «Ремонт и техническое обслуживание». Функциональность раздела позволяет планировать ремонты, управлять ремонтами и техническим обслуживанием, а также учитывать затраты на ремонт. Используется учет шин, узлов и агрегатов. Включенный признак активизирует раздел «Учет шин, узлов и агрегатов» по системе управления транспортом. Функционал раздела позволяет вести учет шин, аккумуляторов и прочих узлов и агрегатов, выработку которых необходимо контролировать. Выработка агрегатов учитывается при исполнении рейсов с последующим учетом в качестве затрат по рейсу, а также в качестве амортизации каждого агрегата или шины. Используется учет дорожных происшествий. Включенный признак активирует раздел «Дорожные происшествия» по системе управления транспортом. Функциональность раздела позволяет вести учет дорожных происшествий, при этом фиксировать происшествия в пути, дорожно-транспортные происшествия и на основании данных происшествий оформлять служебные расследования. То есть вести учет затрат на дорожно-транспортные происшествия или различные происшествия в пути. Используется учет штрафов. При включенном признаке активируется возможность создания документа штраф, который позволяет учитывать затраты на штрафы и в дальнейшем относить затраты на транспортное средство и водителя. Опять-таки, на основании документа штраф есть возможность создания служебного расследования для отнесения затрат как на предприятие, так и на водителя. Ведется учет документов транспортных средств и водителей. Данный признак включает раздел «Управление документами». Функциональность раздела позволяет учитывать документы, выданные на водителя, такие как паспорт, страховка, водительское удостоверение и прочее. Под системой органайзера возможна настройка напоминаний диспетчеру, когда документ будет просрочен с целью его дальнейшего обновления. При переводе документа «Рейс статус к выполнению» производится контроль наличия всех необходимых документов водителям, назначенного в рейс. Также в рабочем месте назначения транспортных средств на рейсы при включении соответствующего признака будет вестись учет документов транспортных средств и водителей. То есть на рейс не может быть назначено транспортное средство или водитель, у которого есть просроченные документы. Следующая настройка – это используется учет материалов. Включенный признак активирует раздел «Управление запасами». Функциональность раздела позволяет учитывать поступление, списание материалов на склад, перемещение материалов, корректировку остатку материалов. Данный раздел необходим в основном для управления ремонтами, для учета запчастей, используемых при ремонте, а также, соответственно, затрат, понесенных на данные запчасти. При учете материалов мы также можем регулировать метод оценки стоимости при их списании. Это возможные варианты по средней или по FIFO. Следующий раздел – это раздел «Сервисы. Дополнительные настройки». Кэшировать значение констант. Данный признак означает, что значение констант при обработке действий системы берется из кэша сеанса. Регистрировать вызовы веб-сервисов. Используется данный признак для записи, вызовов Android клиента и поиска причин возникновения ошибок или неверной работы. Каталог внешних обработок для отладки. Здесь указывается каталог внешних обработок. Это необходимо для использования произвольного алгоритма при тарификации доходной части или расходной части. Обработка событий. Количество параллельных потоков обработки событий. Позволяет установить количество потоков одновременной обработки данных и зависит от количества событий, которые будут регистрироваться в системе. Максимальное время фоновой обработки представляет собой допустимое максимальное время выполнения одной фоновой обработки события. Следующий раздел – это раздел взаиморасчета. Следующий раздел – это раздел взаиморасчета. Следующий раздел – это раздел взаиморасчета. Следующий раздел – это раздел «Обмен данными». В данном разделе сосредоточены настройки, относящиеся к настройкам обмена с помощью веб-сервиса или подключенной шины данных Axelot Datorion ESB. Соответственно, выбирается соответствующий тип обмена – Axelot ESB или же веб-сервиса. И указываются определенные настройки для формата обмена сообщениями. Следующий раздел – это раздел «Картографических сервисов». Для настройки подключения картографических сервисов предусмотрен раздел «Карты и расчет расстояний». Данный раздел состоит из нескольких подразделов. Подраздел «Электронная карта». Изначально задается, используются ли в системе электронные географические карты. Большинство сервисов, работающих в системе, основаны на принципах использования электронных географических карт. Поэтому это, можно сказать, основная составляющая настроек системы. При включенном признаке используются электронные географические карты. Позволяется вести работу в системе с использованием картографических сервисов. В частности, функциональности планирования рейсов, контроля исполнения рейсов, а также спутникового мониторинга. После подключения данного признака выбираем тип используемых карт. В целом, система AxiLot позволяет работать с пятью геоинформационными сервисами. Это геоинформационные сервисы AxiLot Maps, Google Maps, Яндекс.Карты, карты CityGit и бесплатное ПО – OpenStreetMap. При выборе типа карт задается путь к библиотекам Leaflet. Leaflet – это широко используемая библиотека с открытым исходным кодом, разработанная в среде JavaScript, предназначенная для отображения карт на веб-сайтах. Поддерживается большинство мобильных и стационарных платформ. Leaflet позволяет разработчику, незнакомому с геоинформационными системами, отображать растровые карты, состоящие из маленьких фрагментов – тайлов, с дополнительными слоями, накладываемыми поверх основного. Далее мы указываем адрес сервиса электронных карт. В зависимости от типа карт указывается свой адрес для обращения сервера к электронным картам. Для платных карт необходимо установить ключ доступа, предоставленный лицензионной политикой. Далее указывается количество точек для автоматического использования кластеризации. Здесь указывается минимальное количество точек, то есть при открытии рабочего места, планировании рейсов, отображение точек на карте включится в режиме кластеризации, если количество точек по заданиям превышает количество точек, указанное в настройке. То есть часть точек просто будет сгруппирована и отображается общее количество точек в определенной области. Настройка начального позиционирования. Задается координаты, используемые при умолчании, при первоначальном запуске картографического сервиса, то есть позиционирования на карте. Погрешность при определении координат. Установленные значения используются для спутникового мониторинга в качестве погрешности при определении координат. Настройки карт для отчетов. Используется один из вариантов. Это используются карты мира, Россия с показанными на ней регионами и всеми городами, а также Россия с ее регионами и столицами. Следующий подраздел, карта расчета расстояния, это маршрутизация. Для оптимальной прокладки маршрута необходимо включить соответствующую настройку, используется построитель маршрутов. По включенным признакам используется построитель маршрутов. Маршруты автоматически составлены таким образом, чтобы он проходил через все пункты, заданные пользователям, в порядке их следования в списке. При этом для построения маршрута выбирается кратчайший путь, соединяющий все его точки. Если признак отключен, то при автоматическом планировании маршрут между точками рассчитывается по прямой, без учета дорог. Соответственно, при включенном признаке маршрут прокладывается с учетом дорог. Как и с электронными картами, мы работаем с теми же информационными сервисами. Соответственно, при выборе определенного геоинформационного сервиса будут доступны определенные настройки. При выборе карт Axelot Maps и GraphHopper необходимо указать, во-первых, при маршрутизации для GraphHopper адрес сервера маршрутизации GraphHopper. Это как раз-таки тот сервер, который необходимо развернуть на собственных мощностях и непосредственно обращаться к нему. Для карт Axelot Maps и GraphHopper можно использовать дополнительную настройку «Учитывать пробочные коэффициенты при расчете времени в пути». Для каждой зоны мы можем задать ее пробочный коэффициент. Соответственно, при прокладке пути маршрута по данной зоне будет учитываться ее пробочный коэффициент, то есть домножение времени в пути на данный коэффициент, что позволит реалистично отображать информацию на картах. Следующая дополнительная настройка, которая используется для всех видов карт маршрутизации, это «Производить расчет попарных расстояний при решении задачи Камивиажора». Задача решения Камивиажора – это оптимальный объезд по точкам, которые уже по спланированному маршруту. То есть, как объехать оптимально точки маршрута. Соответственно, если до этого не были рассчитаны расстояния между точками, то при решении данной задачи изначально будут рассчитаны все точки расстояния между точками маршрута, а затем будет решена задача Камивиажора. Настройка расчета потоков расстояний. Установленный признак рассчитывая расстояние только между географическими и близкими точками позволяет производить расчет только между близкими точками, указанными в следующей настройке. Соответственно, в данном случае берется ближайшие 50 точек и рассчитывается между ними расстояние. Это необходимо для уменьшения времени построения маршрутов, потому что нет необходимости рассчитывать все попарные точки, которые находятся в определенной области. Достаточно рассчитать у первой точки ее ближайшие 10 или 50 точек, дальше у следующей точки опять ее ближайшие. Таким образом, будет построен оптимальный маршрут и при этом будет задействовано наименьшее количество обращений к геосервисам и, соответственно, будет ускорено время расчета расстояний между точками. Рассчитывать расстояние только для заданий к статусу к планированию. Данный параметр используется только лишь для использования для регламентных заданий, то есть расчет попарных расстояний будет производиться только для тех заданий, у которых стоит статус к планированию. Количество потоков расчета Это количество фоновых процессов, выполняемых параллельно, необходимые для расчета расстояния. Расчет расстояния будет выполняться в заданном количестве параллельных процессов. Размер порции рассчитываемых расстояний При исполнении регламентного задания расчет расстояний массив данных может быть большим, Поэтому путем установки размера порции рассчитываемых данных можно ограничить количество точек при расчете расстояния в один подход запуска регламентного задания. Период актуальности расчета В течение определенного количества дней информация в системе по рассчитанным данным считается актуальной. По истечению установленного периода необходимо заново рассчитать расстояние между точками. Есть еще ряд дополнительных настроек для соответствующих карт. Например, для карт CityGit существуют дополнительные параметры. Это, во-первых, для всех платных карт необходимо будет указать ключ доступа к сервису маршрутизации. Соответственно, для параметров CityGit есть еще дополнительные возможности. Это использовать дворовые проезды при построении маршрута, использовать боковые проезды, карманы при построении маршрутов, прокладывать маршруты по грунтовым дорогам или по платным дорогам, также устанавливается в настройках, прокладывать маршрут с учетом пробок, то есть, когда мы решаем задачу комью-авиажера, маршрут прокладывается с учетом пробок. Прокладывать маршрут с учетом ограничений для грузового транспорта. Соответственно, мы знаем все, что, например, для въезда в Московской области, в Москве существует ряд ограничений, то есть, это въезд в третье транспортное кольцо, в садовое кольцо и в пределы МК. Соответственно, CityGit позволяет учитывать эти ограничения. Для этого необходимо включить соответствующую настройку. Использовать статистику. Данный параметр позволяет прокладывать, строить маршруты с учетом статистических данных по пробкам. То есть, компания CityGit предоставляет нам статистику по пробкам при построении маршрутов. Соответственно, при планировании рейсов мы можем учитывать статистику, накопленную компанией CityGit. Следующий подраздел – это геокодирование. Геокодирование используется для привязки адресов, задания широты и долготы для привязки этих адресов к карте. Соответственно, для использования геокодирования необходимо включить признак «Используется геокодирование адресов». Далее выбирается тип геокодера из существующих геоинформационных сервисов. Дальше есть настройка «Геокодировать без адресных сокращений». То есть, при выполнении геокодирования можно упростить текстовое представление адреса для лучшего его геокодирования. Как правило, используется для типа геокодера номинатим. С данным параметром происходит гораздо лучше геокодирование адресов. Для платных геосервисов необходимо указать ключ сервиса геокодирования. Далее можно указать предел ответов геосервиса. Это задается максимальное количество получаемых пакетов данных по одному запросу геокодера. Следующий подраздел – это подраздел «Мониторинг». Здесь задается количество параллельных потоков загрузки данных сервера сбора данных. Это как раз-таки для загрузки данных подраздел «Мониторинг». Здесь задается количество параллельных потоков загрузки данных сервера сбора данных. То есть, указывается количество параллельных потоков одновременных при загрузке данных с внешних серверов в стрекеров. В период хранения спутниковых данных указывается количество месяцев, в течение которых необходимо хранить информацию с данными спутникового мониторинга. Очистка устаревших данных выполняется регламентным заданием удаления неактуальных данных спутникового мониторинга. И признак «Автоматически определять направление движения транспортного средства». То есть, при получении данных о местоположении транспортного средства направление движения определяется автоматически по последним координатам. Эта настройка необходима для рабочего места, спутникового мониторинга, где можно посмотреть, в каком направлении движется транспортное средство. Коллеги, на этом заканчивается раздел настройки системы.